библия говорит алексей алексеевич вопрос прислал влад из россии вопрос хороший как бороться с обидой понимая что обижаться неправильно но ничего не могу с собой поделать пытаюсь не обижаться побеждаю продолжая нормально общаться но ситуация не меняется в отношении с людьми даже после разговора и снова обида появляется понимая что это серьезная проблема я хочу это исправить это точно очень важный вопрос он касается всех все люди живущие на земле в той или иной степени подвержены этой тенденции обижаться почему мы подвержены мы подвержены потому что нас обижают это точно нас обижают и будут обижать на протяжении всей нашей жизни бежать по-разному есть обиды детские есть обиды очень чувствительные когда касается отношений если беды материальные финансовые когда кидают кто-то кого-то если беды карьерные если беды в служении то есть когда мы говорим вот о таких вещах то мы нам нужно признать что не будет времени когда нас не будут обижать причем самых разных сторон я недавно читал опять второе послание апостол павла к тимофею вот интересная вещь он там пишет это конец первой главы он пишет там к тимофею ну там начало такое он говорит что вот и помнил твердое учение в котором ты был наставлен вот то есть он и дальше потом он говорит и и так сын мой укрепляйся благодатью это начало первой главы 2 главы 1 стих вот а вот между этим он как бы ниоткуда как бы непонятно почему он говорит такую вещь ибо все а сиськи и оставили меня и потом в конце четвертой главе он пишет о том что и те оставили те оставили и он говорит при первом моем ответе то есть при первом суде я был один один лукасова то есть вот посмотри павел заслуженнейший миссионер такой выдающийся труженик и он переживает то что он он пишет все а сиськи оставили там в четвертой главе пишет ибо димас оставил меня а потом я одного туда послал другого туда там по делам они не могли быть со мной а вот здесь какие-то люди из оси какие-то кто был где-то рядом с ним или могли бы все не оставили то есть когда мы говорим вот о жизни то даже у самых святых у самых хороших у самых может быть достойных господь допускает ситуации и это знаешь как как это неизбежно вот мы живем в мире который не устроен который не гармоничен который обязательно будет нести с собой обиды обязательно в разных формах когда несправедливость когда казалось бы но эти люди должны бы сделать по-другому и это много раз слышал много раз сам переживал когда я претендую вот этот человек он должен был бы так сделать в моем представлении да так было бы справедливо он сделал вот так и мне пас меня поставил неудобное положение мне трудно после этого и я поэтому но чаще всего я не говорю я обижаюсь а я говорю мне обидно ну это хотя бы хотя бы показать что я борюсь с обидой что я не впал в обиду вот не села не надулся вот но это вообще это 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 жизнь некоторые люди более склонны к этому более склонны к саможалости более к склонны к тому чтобы вот на эти все ситуации реагировать допуская какую-то горечь в сердце по отношению к людям как с этим бороться есть только один метод апостол павел пишет в послании к филиппийцам во второй главе конкретно описывает он говорит там об отношениях между христианами и дальше он говорит ибо вас должны быть те же чувствование которые и во христе иисусе дальше пишут интересную вещь он пишет о христе что он будучи образом божиим не почитал хищением быть равным богу и дальше говорит но уничижил себя самого приняв образ раба и по виду сделался как человек и дальше написано стал быв послушным даже до смерти и смерти крестной дальше написано потому и бог превознес его то есть когда мы читаем эти слова вас должны быть те же чувствования какие во христе иисусе должны ясно понимать что речь идет не просто такое бесформенное какое-то чувство иисуса христа а конкретно его реальная готовность отказаться от принадлежащие ему по справедливости славы справедливости безопасности удобств которые только возможно себе представить на небесах и он написано уничижил себя самого ради чего ради послушания отцу и потому бог превознес вот это единственный путь к победе над обидой откуда возникает обида всегда возникает из напряжение между точкой которой мы представляем себя с нами должны были поступить и на которой с нами реально поступить вот это вот расстояние равна нашей обиде почему люди некоторые более обижаются потому что они больше представляют как как с ними должны более высоко или с ними сильнее не так совсем плохо поступать так вот решение этой проблемы заключается в следующем понизить свои ожидания и некоторые люди говорят ну его меня не могу как и тогда моя жизнь будет безрадостной тогда моя жизнь будет вообще и у меня не будет стремление будет мечты не будет движения я вообще ни на что не рассчитывая вот такой червь но это не так иисус христос он уничижил себя самого не просто так идя в пустоту он уничижил себя самого быв послушным отцу а почему он это делает он уверен в отце и вот эта уверенность в отце она и ведет к той точке в которой говорится посему и бог превознес его то есть я отказываюсь обижаться потому что я доверяю богу зная что я вообще ничего не был достойным но бог тогда когда я ему послушал даст мне столько о чем я и мечтать не мог что превзойдет мои ожидания во много раз это единственное средство для победы надо бить как точно сказали о достоинстве я помню на конференции маккартера услышал такую фразу когда о вас плохо сказали говорит порадуйтесь вы гораздо хуже чем кушать да спасибо алексей друзья дорогие огромное вам благодарность за ваши вопросы за ваши комментарии за поддержку вашу за молитвенную поддержку материальную это огромная честь для нас вместе с вами трудиться для божьей славы храни вас господь спасибо вообще ты Рую никогда ты 5 ш Продолжение следует...